Продолжим говорить о культуре, станут еще ближе к слушателям. Хор Ольге Серебрийской подарили оборудование, которое поможет коллективу качественно звучать не только в огромных концертных залах, но и на небольших городских, а также сельских площадках. Нам удалось побывать на первой репетиции с новым саундом. Сейчас на ней побывайте и вы. Микшерный пульт, микрофоны, активная акустическая система. Такого комплекта у Оренбургского камерного хора не было никогда. У больших концертных залов звуковое оборудование свое и, как правило, качественное. А вот на небольших площадках, а на них коллектив тоже выступает, им, как правило, привозили абы что. Два микрофона поставят, один динамик. А если ты поешь, коллектив у тебя поет на 12 голосов, то это выхватывает какие-то голоса. И, конечно, звучание ужасное. Я всегда закрываю вообще уши и опускаю голову, если это попадает в интернет, потому что это жутко. И никому я не объясню, что это мы не виноваты. Теперь краснеть за звук не коллектив у него, руководителям не придется. Полный комплект звукового оборудования Оренбургскому камерному хору подарил депутат законодательного собрания Дамир Фахрудинов. Его только-только распаковали. Сейчас как раз тот момент, когда мы занесли вот это впервые в хоровой практике, нашей хоровой городской практике, мы занесли комплект звукоусилительной аппаратуры. Будем присоединять живое звучание вот к активному усилению. Хочется верить, что у нас получится это сейчас. Вы будете свидетелями того, как мы будем усиливаться. Пока оборудование собирается, солисты распеваются. Думаю, вы, как и я, тоже не видели их прежде такими. Домашними, что ли? Без костюмов, укладок, макияжа. Если я скажу, что хор и новое оборудование спелись с первых секунд совместной репетиции, это будет неправдой. Поначалу микрофонам тоже очень хотелось подпеть именитому коллективу. Но не прошло и часа, и местным звукачам удалось все настроить, а солистам подстроиться. В общем, усиленно зазвучали. Микрофон добавляет громкость, объем, акустику. И когда большие залы, очень трудно пробить их. Ну, когда нет акустики, поэтому они нужны обязательно. Ну, хорошо звучит. На улице будет гораздо приятнее петь. Не как в пустоту, а сам себя будешь слышать. Кстати, прозвучать на улице. У коллектива грандиозные гастрольные планы. Теперь они станут еще ближе к слушателям. День России. Это будет площадка Атриум. В планах стоит поездки, гастроли. Мы так очень бережно это называем. По деревням, которые относятся к городу близлежащим. Там Нижний Сокмарский, Краснохолм, Каргала. У нас там запланированы большие, порядка 12 концертов.